Привет! На складе компании «АвтоСтронг» 300 000 запчастей по отличным честным ценам, а на складе компании «МотоСтронг» десятки мотоциклов, привезённых из Европы. Эти мотоциклы пройдут любые проверки. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там представлен весь ассортимент склад мотоциклов. Регулярно обновляется. Мы продаём мотоциклы в отличном состоянии, они пройдут любые проверки. Обращайтесь в «МотоСтронг». Менеджеры ответят на любые вопросы и помогут с доставкой по СНГ. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы разберём надёжный турбодизель от Renault для рабочих лошадок. Итак, встречаем 2.3 DCI. Двигатель, о котором сегодня пойдёт речь, предназначен для коммерческой техники. Компания Renault разработала и выпустила его в 2010 году. Это двигатель 2.3 DCI. Его устанавливали на Renault Master и его клоны – Opel Movano и Nissan NV400. Двигатель M9T выпускается до сих пор. Большинство версий этого двигателя имеет мощность от 100 до 150 лошадиных сил. В 2017 году появилась битурбированная версия мощностью 190 лошадиных сил, которая устанавливалась на пикап Nissan Navara и его копию Renault Alaskan. На Nissan эти двигатели имеют обозначение YS23 DDT. 2.3-литровый турбодизель создан на базе двухлитрового двигателя, который очень часто встречается на многих легковушках и кроссоверах Nissan и Renault. У этих двигателей чугунные блоки цилиндров, разница в диаметре цилиндров – 1 мм, а разница в ходе поршней – 11 мм. В головке блока цилиндров 16 клапанов, в приводе ГРМ-роликовая цепь, балансирных валов двигателей 2.3 DCI нет. Первоначально этот двигатель оснащался топливной системой от Bosch, но в 2014 году появились обновленные моторы с топливной системой Continental. 2.3-литровый турбодизель для рабочих лошадок получился очень надежным. Много примеров того, как этот двигатель выхаживает более 500 000 км. Очевидных слабых мест у него нет. Сегодня мы расскажем о всех проблемах, которые встречаются на этом двигателе, а поэтому о них надо знать в процессе эксплуатации. Генератор на всех дизельных двигателях 2.3 DCI оснащен обгонной муфтой, которая со временем может заклинить. После этого под капотом будет раздаваться рокот и шелест от сильно вибрирующего ремня навесного оборудования. Это вряд ли сильно навредит двигателю, но ездить с таким рокотом долго лучше не стоит. Коммерческий фургон с двигателем 2.3 DCI может однажды не запуститься, то есть стартер крутит бодро, а мотор не заводится. Правильный диагноз сразу проверит подачу топлива и обнаружит неработающий подкачивающий насос. При более детальном рассмотрении выяснится, что его разъем оплавился, а минусовой контакт оборван. Это достаточно часто встречающаяся проблема на Рено Мастер 3 и его клонах. Для ремонта придется менять насос подкачки и электроразъем на проводе, либо творчески восстанавливать минусовой контакт. Патрубки от воздушного фильтра к впускному коллектору фиксируются с интеркулером быстросъемными соединениями без каких-либо хомутов. Со временем фиксаторы и зажимы ослабевают и просто отваливаются. Через ослабшие соединения начинает сочиться масло, затем убегает давление наддува, а в худшем случае патрубки отсоединяются от интеркулера. В этом случае производитель предлагает покупать новые патрубки, так как концевые элементы с фиксаторами отдельно не продаются. Но чаще всего люди мастерят крепление и уплотнение патрубков на основе хомутов. Раскидать сегодня эту рабочую лошадку нам поможет Артём. Мы начинаем нашу разборочку. Шкив коленвала для привода навесного оборудования двигателя 2.3 DCI демпферный, т.е. не способен служить долго. Рано или поздно он треснет по резиновому демпферу. Новый шкив не такой уж и дорогой, стоит $80. Нужно следить за тем, чтобы на клапанную крышку мотора 2.3 DCI не попадала влага. А это происходит из-за того, что желоб лобового стекла коммерческих бусов находится буквально на двигателе. Из-за этого влага попадает на клапанную крышку, также попадает в гнезда форсунок, образуются оксиды, которые буквально цементируют форсунки в их гнездах. И это как раз таки наш случай. Достать форсунки не представляется возможным. Поставщиком топливной системы для первых двигателей 2.3 DCI являлась компания Bosch. Здесь стоит ТНВД Bosch CP1H3 первого поколения с механическим насосом подкачки на его корпусе. Форсунки электромагнитные. Все эти узлы проверены временем, и при условии заправки нормальным топливом служат не менее 500 000 км. Еще раз напоминаем, что дизельные форсунки установлены на огнеупорные шайбы, которые надо менять раз в 150 000 км. На двигателе 2.3 DCI цепь длиннее на 4 звена, чем на двигателе 2.0 DCI. Это роликовая цепь, которая ходит не менее 250 000 км. При сильном износе цепь не шелестит и не перескакивает, поэтому ее чаще всего меняют не по симптомам, а превентивно. Нередко при растяжении цепи двигатель начинает работать хуже, с увеличенными вибрациями, шумом и слабой тягой. Диагностика никаких проблем не выявляет. После замены старой цепи на новую двигатель едет гораздо плавнее и бодрее. Добавим, что гидравлический натяжитель этой цепи не имеет стопора противохода, поэтому не стоит оставлять тяжелый бус под уклоном назад, то есть мордой вверх. Откатившись назад, коленвал немного провернется против часовой стрелки, сильно натянет цепь, и цепь вдавит натяжитель до упора. При запуске двигателя цепь может перескочить. Бывали и такие случаи, что поршни ударяли по клапанам, клапаны загибаются и разрушаются рокеры. Радиатор системы EGR оснащен заслонкой, которая при определенных режимах работы двигателя закрывается. В этом случае отработавшие газы идут на рециркуляцию не по охлаждаемому каналу. В исходное положение заслонка возвращается с помощью вот этой пружины, которая со временем может лопнуть, и тогда заслонка начинает болтаться на своей оси, а под капотом слышен металлический дребезг. Затем заслонка ломается пополам и улетает навстречу турбинному колесу. В этом случае турбине конец. Либо обламываются и загибаются лопасти, либо она заклинивает, либо обламывает вал. Поэтому стоит иногда наблюдать за пружиной заслонки охладителя рециркуляции отработавших газов, потому что ее поломка или отсутствие рано или поздно приведет к повреждению турбины заслонкой охладителя. Двигатели 2.3 DCI оснащаются турбокомпрессорами ГАРы GT1546 в зависимости от мощности турбокомпрессоры с перепускной заслонкой, либо же с изменяемой геометрией. Вопросов к ним нет. То есть при качественном масле, отсутствии проблем с сажевым фильтром, а также при отсутствии бомбардировки со стороны заслонки охладителя EGR, эти турбокомпрессоры служат достаточно долго. Добавим, что плохое качество и состояние воздушного фильтра, а также герметичность впускного коллектора также влияют на ресурс турбокомпрессора. Нередки случаи, когда владельцы доводят до всасывания грязного воздуха, пылинки которого бомбардируют крыльчатку компрессора. Противодавление в выпускном тракте до и после турбокомпрессора измеряется датчиками. Датчики соединены с выпускным коллектором, стальными трубками и резиновыми шлангами. Со временем резиновые шланги перетираются, и тогда датчики неправильно меряют давление, либо не меряют вообще. Возникает ошибка по датчикам. Проблема решается с заменой резиновых шлангов. Волшебным образом мы избавились от форсунок и сняли легкосплавную клапанную крышку, которая по совместительству является верхней постелью распредвалов. К состоянию кулачков и шеек распредвалов у нас никаких претензий нет. С ГБЦ данных моторов ничего плохого не случается, но если говорить о состоянии, то оно хорошее. По состоянию хон в цилиндрах слабенький и присутствует ржавчина на стенках цилиндров. Масляный насос приводится отдельной роликовой цепью. Любопытно, что в первые годы выпуска этого мотора цепь не имела ни успокоителя, ни натяжителя, но отверстия для их установки присутствовали. Позже компания Renault представила ремкомплект для масляного насоса, в который входит цепь масляного насоса, звездочка насоса, а также пружинный башмак-натяжитель и винт для его крепления. Мы не слышали о проблемах с масляным насосом, но на старые двигатели, наверное, лучше устанавливать этот ремкомплект, чтобы в будущем избежать серьезных проблем. Редактор субтитров А.Семкин цилиндропоршневой группы. Ну а теперь перейдем к состоянию цилиндропоршневой группы. К коренным вкладышам у нас никаких вопросов нет, к шатунным тоже самое, и коленвал в хорошем состоянии. Единственное, что мы видим – нагар на жировом поясе и маслосъемные кольца закоксованы. Верхние коренные вкладыши тоже в отличном состоянии. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали один из лучших двигателей для коммерческой техники. Не допускайте попадания воды на клапанную крышку, потому что она потом попадет в гнезда форсунок. Форсунки прикипят, изъять вы их сможете только за большие деньги. Также вовремя обслуживайте этот мотор, потому что большинство этих двигателей полегло из-за безалаберного отношения. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие информативные обзоры, то нам нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь прямо сейчас на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 к ресурсу вашего автомобиля. С вами была, есть и будет компания «АвтоСтронг».